Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о падении финансовых рынков, которые мы видели накануне и спровоцировано, которое было новостями о том, что в Европе планируют ввести новые карантинные меры. Порассуждаем с вами на тему того, что будут или не будут вводить карантин в нашей замечательной стране и какой это будет иметь последствия для российской экономики, а также обсудим прогнозы МВФ, в соответствии с которым Россия по уровню ВВП на душу населения в самом скором времени приблизится к Туркменистану. Итак, друзья мои, поехали. Начинаем с первой новости. Накануне довольно серьезно падали финансовые рынки, падали нефтяные цены, падал рубль, падали стоимости российские акции и все это действительно было спровоцировано тем, что на рынках появились опасения, что в Европе скоро снова случится локдаун, что снова будут вводить карантинные меры. Если говорить конкретно, то соответственно во Франции заговорили о том, что возможно введение карантинных мер аж на целый месяц и в Германии Ангела Меркель рассматривает вариант введения такого лайт карантина на две недели. Причем де-факто и во Франции и в Германии уже там и действуют комендантский час и некоторые регионы этих стран уже по факту закрыты на карантин. И конечно же введение карантина повсеместного по всей стране, по всей Франции и Германии это абсолютно реальный сценарий с учетом того, как развивается вот такая вторая или первая волна. Я уже не знаю, в общем-то здесь вирусологи нас постоянно путают, кто-то называет, что это все продолжение первой волны, кто-то говорит, что это вторая волна. В общем разницы никакой нет. По итогу действительно есть риски того, что некоторые европейские страны начнут закрывать реально на карантин. И я молчу про историю о том, что комендантский час, когда не работают бары, не работают рестораны, какие-то увеселительные заведения, вот эта история она сейчас работает уже практически в половине европейских государств. Так что риски того, что Европа снова окажется в локдауне, они сейчас крайне и крайне высоки. И казалось бы, а что нам с вами от этого? Нам от этого, в общем-то, то, что российские власти очень серьезно смотрят на ситуацию, то, как она развивается в Европе и многие меры, которые принимаются в нашей стране, они принимаются с оглядкой на Европу. Ну вот посмотрите, да, допустим, начали вводить комендантский час в Европе, начали комендантский час вводить в России. Если мы вспомним, как развивались события весной текущего года, та же самая была история. Сначала начали закрывать европейские страны, Испанию, Италию, другие государства начали закрывать на карантин, самоизоляцию. И следом это случилось и в нашей стране. И не так давно я записывал уже видео по поводу возможного введения очередного карантина в нашей стране. Высказывался я вот в тех условиях, в тот момент времени, что скорее всего карантины все-таки у нас не будут, потому что это будет иметь очень серьезные последствия для экономики. И соответственно властям будет гораздо проще просто жестко контролировать страну, жестко контролировать своих граждан, жестко контролировать масочный режим, ношение перчаток, переводить часть сотрудников на удаленку. Это в принципе уже делается, но статистика, которую мы сейчас видим по распространению COVID-19, говорит о том, что эффективность этих мер пока не приводит к какому-то существенному снижению количества заразившихся. Причем, что если мы посмотрим на статистику вообще в целом по России по заражениям, то она вызывает немалое количество вопросов. И я думаю, что сейчас вот в эту уже вторую волну или опять же первая эта волна, я уж не знаю, наверняка у каждого из вас есть какие-то истории, то есть каждый сейчас столкнулся с тем, что у кого-то друг какой-то, знакомый, родственники болеют или болели, или знают кого-то, кто болел, не дай бог умер и так далее. То есть эта история, она действительно имеет очень серьезное распространение. И когда ты понимаешь, какое это имеет распространение и какие цифры нам показывают, вызывают, в общем-то, вызывают эти цифры вопросы. Потому что есть реально, ну, самые настоящие факты, да, того, что, допустим, в некоторых областях нашей страны специально завышают цифры по COVID для того, чтобы больницы получали больше финансирования. В некоторых регионах, я абсолютно точно знаю, что, например, там в том же самом Краснодарском крае, чтобы не срывать туристический сезон летом, занижали специально цифры по COVID-19. Людям специально не ставили этот диагноз, хотя по факту они болели именно ковидом. В Москве уже есть новости о том, что в ряде государственных, я подчеркну, это клиник, людям предлагают заплатить по несколько сотен тысяч рублей за то, чтобы они имели нормальную палату и доступ к ИВЛ, иначе, в общем, ты получишь место в общем каком-то зале, в общем, open space, и еще непонятно, получишь ли ты доступ к ИВЛ, потому что, ну, в общем-то, это говорит о чем все? Это говорит о том, что действительно в российской системе в сфере здравоохранения есть очень большие проблемы. А цифры, статистики, которые нам сейчас показывают, они не факт, что отображают абсолютно реальную картину, реальное положение вещей. Я думаю, что и у вас наверняка есть какие-то истории по этому поводу, которые там связаны с вашими друзьями, знакомыми, знакомыми, знакомых. Поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях. Лично я думаю, что те цифры, которые нам сейчас показывают, не факт, что соответствуют действительности. И на самом деле, если так и дальше будет развиваться история с заражениями, если так и дальше будет расти количество заболевших, и при этом еще Европу закроют на карантин, то в этом случае, к сожалению, нас ждет то же самое, ну, там, может быть, с лагом в неделю, может быть, в две. И последствия для российской экономики, это будет иметь просто катастрофическое, потому что, ну, если в первую волну коронавируса все боялись, как бы не заболеть, как бы не заразить кого-то другого, как бы там не пострадать именно от болезни, сейчас все опасения наши с вами, там, у 90% россиян, как минимум, связаны с тем, что не дай бог закроют, потому что, а как я буду работать, а как я буду вести свой бизнес, а как я буду платить налоги, а как я буду платить за ипотеку, вообще на что в конце концов жить. Власти, мне кажется, это прекрасно понимают, с одной стороны, но с другой стороны нам тот же самый помощник нашего президента, пресс-секретарь, точнее, нашего президента, Дмитрий Песков, говорит о том, что сейчас экономика не нуждается ни в каких дополнительных мерах поддержки от государства, потому что экономика же не стоит на месте, она же работает, но вот вопрос, что будет, когда бизнесу придется платить те налоги, по которым дали отсрочку, а сейчас каждая пятая российская компания заявляет о том, что им просто физически нечем заплатить те налоги, на которые им дали отсрочку, и если сейчас случится вторая волна, то это будет, ну, просто самый настоящий коллапс. И по прогнозам того же самого МВФ, мы видим, что российская экономика, по прогнозам МВФ, по оценкам МВФ, мы видим, что российская экономика, она восстанавливается гораздо медленнее, чем экономики других стран после карантина, и, соответственно, по прогнозам МВФ, в следующем году мы будем расти гораздо медленнее, чем будет расти весь мир. И вот здесь тоже есть интересная новость от того же самого МВФ, по прогнозам аналитиков мвф по итогам 2020 года россия занимает займет 68 место в мире по ввп на душу населения и у нас мы впервые за достаточно длительный период времени упадем по ввп на душу населения ниже 10 тысяч долларов на одного человека а к 2025 году году россия потеряет еще две позиции в рейтинге стран по ввп на душу населения и от к и откатиться внимание на 70 строчку с показателем но почти 13 тысяч долларов это все по прогнозам мвф и таким образом получится что россия окажется вплотную очень близко к таким странам как например туркменистан и россию обгонит даже казахстан который в общем-то традиционная экономика которого было несколько слабее чем российская что ж посмотрим как будут развиваться события я думаю что действительно сейчас в моменте риск закрытия россии на карантин есть очень существенно я надеюсь что вы к этому как-то готовитесь но готовитесь не запасаясь гречкой до готовитесь к работе на удаленке благо опыт у нас уже с вами есть готовитесь к тому чтобы правильно принимать инвестиционные финансовые решения во время этого карантина потому что опять же скорее всего будет повторение многих тех историй которые мы видели в марте-апреле запасайтесь долларами запасайтесь терпением и я думаю что все у нас с вами будет хорошо и замечательно на этом на сегодня все всем спасибо за внимание поставьте лайк если видео было полезно давайте дальше продолжим в комментариях но если впервые на канале обязательно подпишитесь с вами был глеб задоя всем успехов в инвестировании торговли и пока пока